Всем привет! Строительство дома медленно, но верно подходит к концу. Сейчас идёт этап внутренней отделки, я штукатурю стены и подготавливаю каркас для потолка. Так что сейчас самое время подумать, обо что же мы будем постоянно биться мизинчиком на ноге, а именно о мебели. Мы с женой вроде как определились с дизайном интерьера, который нам по душе. На английском такой стиль называется mid-century, в переводе средние века. Не знаю почему, с виду это модерн плюс совок. В общем, в любом случае нам не обойтись без винтажной мебели. И чтобы мне такую найти, я воспользовался приложением Авито. Заходим в приложение, открываем категорию товаров, в нашем случае это для дома и дачи, далее мебель и интерьер, столы и стулья. Мы ищем винтажную мебель, так что поставим галочку BU, или же просто в поиске пишем слово стул и вуаля, через пару минут отпадный стул 69 года производства из Румынии найден. Списываюсь с продавцом и говорю, что берем стул с руками. Все, я поехал. Привез его в мастерскую и начал аккуратно разбирать. И по лицу сразу видно, что стул нравится. Потом хочу снять мерки и на их основе разработать свою модель стула, потому как форма у него, ну, очень удобная. Касаемо спинки. Сделана она из ДВП и покрыта с двух сторон тонким шпоном. Она, конечно, в печальном состоянии, и вот ее придется восстанавливать. Откручиваем болты и снимаем ножки. Клей там, конечно, уже весь пересох, поэтому снялись вполне легко. У ребят, которые проектировали и собирали этот стул, и в мыслях даже не было о том, что его кто-то будет разбирать, потому как про ножки посажены на нагеля и клей. Только чтобы их снять, нужно сначала оторвать материал сидушки. Шпон на нижней части сидушки весь вздулся и отклеился, поэтому я оставлю только заводской шильдик, а остальной шпон сниму. Квадратик этот держится на честном слое, так что я зачищаю поверхность, и чтобы это все лучше сохранилось, покрываем мебельным лаком. В ножках откручиваем обломки черных саморезов и переходим к этапу снятия лака. Для этого я пользуюсь раствором B52 для снятия лака. Вещь полезная, но процесс не очень-то удобный и не быстрый. И чтобы полностью снять лак, приходится иногда наносить по три слоя этого раствора. Пока лак растворяется, очищаю крепежные болты. Не хотелось ждать еще три раза, поэтому снимаю один слой, а все остальное, скорее всего, придется снимать наждачкой крупной зернистости или, как я, прогнал про ножки через рейсмус. Жаль, что сами ножки в рейсмус не помещаются. Но перед тем, как полностью их зачищать, я замешиваю немного эпоксидной смолы, чтобы заполнить отверстия, а точнее дыры, которые остались от неоднократного закручивания черных саморезов. Смолой я добавил древесных опилок. Но после высыхания стало понятно, что это было лишним. По итогу это все равно смотрится как темные пятна. Снимаем остатки лака и эпоксидной смолы с сороковой наждачкой. И далее долгая ручная шлифовка. Выше 180 зерна я не поднимался. Собираю стул на клей. Благодаря болтам стул стягивается сам, поэтому никаких струбцин не нужно. Сидушку я буду крепить на болты и забивные гайки, соединяя их через проножку. Переходим к этапу восстановления спинки стула. Для этого мне понадобилась 4-х миллиметровая фанера. Кстати, фанеру я также нашел на Авито. Тут главное не забыть поставить галочку «Новая». Тогда вы сможете просматривать объявления от продавцов только с новыми товарами. Форму спинки я скопировал через бумагу. И на компьютере доработал ее, чтобы она была более симметрична. Первый вариант пропилов на циркулярке был неудачным. Фанера гнулась только с хрустом и в итоге поломалась. Второй вариант был более удачный, и фанера с легкостью ложилась в форму спинки. Заливаем все клеем ПВА и стягиваем струбцинами. Но на следующий день стало понятно, что эта форма недостаточно крепкая, и я от этой идеи отказался. А теперь я обращаюсь к вам, мои дорогие интернет-зрители. Поможите, чем можете. Подскажите, а точнее подскажите, как же можно по-другому сделать такую же спинку, и из какого материала. Буду очень благодарен. Ну а я возвращаюсь к родной спинке. Лобзиком подровнял отломанное ухо как с одной стороны, так и с другой. Зашлифовал. Оставшиеся дыры залил суперклеем и опилками. Прикручивал все так же на врезные гайки и болты. Болты пришлось немного укоротить, в наличии коротких не было. И я все-таки не удержался и покрасил спинку в белый цвет. По итогу в дальнейшем я думаю, что ее стоит обтянуть мягким материалом. По сидушке ничего сложно. Паралон 50-ка, синтепон, и дно я все-таки тоже закрыл материалом. Где-то в феврале ко мне уже придет мой ЧПУ-станок, и хотелось бы привести модель этого стула к серийному производству. Так что уже совсем скоро будем делать столярный бизнес. Следите за обновлениями, будет интересно. Уверен, что на Авито можно найти еще кучу такой же винтажной мебели, так что роликов на эту тему будет еще навалом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем ролике. Пока! Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...